Доброго времени суток, друзья! Inlisted продолжает нас радовать новыми подкреплениями и очередь дошла до вторжения в Нормандию. Нас ждет подкрепление в этой компании и я вам сейчас расскажу, что нас конкретно ждет. Конкретно нас ждет новых три уровня новое вооружение, новые отряды, новые техники в том числе и премиальные отряды. Так, на 27 уровне нам будет доступна 37-я истребительная группа, 412-я истребительная эскадра. Ну, как бы это ни звучало, на самом деле это штурмовики будут, потому что истребитель Болт. Ну, то есть другими с вами Репаблик, П-47Д, 28 Тандерболт. В общем, это, по сути дела, истребитель-штурмовик и назван он так неспроста. Однако немного про отряд. Ну, понятно, что специализация это пилоты-штурмовики, отряд может насчитывать до трех бойцов, один из которых будет пилот-штурмовик 2-го тира. А вот теперь немного про самолет. В новости, в общем-то, как-то все написано расплывчато, что это ударный истребитель с высокой скоростью, прочной конструкцией и 8 12-мм пулеметов. Все это так и есть, но вот про бомбы в ракетное вооружение почему-то промолчали. Но на самом деле, если мне не изменяет память, там что-то порядка 10 ракет было и несколько бомб. Представляете, какая сила будет, какая-то гроза пехоты будет в битве за Нормандию. Я бы такой истребитель себе захотел получить, потому что будет интересно на нем играть. По крайней мере, мне. Но я не знаю, как это будет на самом деле в игре, как он себя будет чувствовать. Может быть, даже и вооружение будет немного не такое, как это было, например, в той же тундре. Или, если посмотреть справки, наверное, все-таки да. Там было 10 ракет и 1 или 2 бомбы. Но нас со стороны оси поджидает аналогичный отряд, но уже с Фокки Вульф 190 А8. И я бы сказал, это имба. Наверное, имба среди истребителей. И вот насчет как штурмовиков, не знаю. Дело в том, что Фокки Вульфы, они обладали очень хорошим курсовым вооружением, пушечным, пулеметом. Но при этом несли на себе не такую большую бомбовую нагрузку, как вот по сравнению с другими самолетами аналогичного класса. Здесь, если мне не изменять память, 500-килограммовая бомба должна быть. Одна бомба, это хорошая бомба, я бы сказал. Но она одна. Хотя, с другой стороны, пострелять из пулеметов и пушек по пехоте, и наземки, в принципе, тоже можно. И, я думаю, будет хороший результат. Тем более, 4 20-миллиметровых пушки. Тоже очень классный самолет. Говоря наперед, я бы, наверное, тоже порекомендовал его. Иметь наличие у себя в отрядах. И желательно прокачанным. На 28-м уровне компании нас будут ждать огнеметчики. За США 90-й пехотной дивизии, 358-й пехотный полк. Ну, в общем, понятно, что это огнеметчики. Отряд может насчитывать до 7 бойцов, 2 из которых будут со специализацией огнеметчиков. И, естественно, это 2-го тира огнеметчики. И здесь за США ждет новое оружие, ранцевый огнемет М2. Не знаю, что это за ранцевый огнемет, имеется в виду детали. Но, как пишут, это развитие модели М1 с увеличенной дайностью ведения огня и более высоким уроном при прямом попадании. В сравнении с предшественником, быстрее расходует запас огнесмеси. Ну что ж, как появится, проверим. За Германию придет 352-я пехотная дивизия, 352-й саперный батальон. Все так же. В отряде может быть до 7 бойцов, 2 из которых огнеметчики 2-го тира. А вот новое оружие – Фламман Вэфер 41. Как пишут современные модификации немецкого огнемета от Фламман Вэфер 35. Отличается повышенным давлением газа, благодаря которому дальность выброса возросла с 20 до 30 метров. Но сократилось время ведения огня. Но при этом выше стал и урон при прямом попадании. Ну что я могу сказать? Огнеметчиками я пользоваться особо не умею, но все-таки периодически вытаскиваю их понюхать порх. Как доберусь до этих, тоже вытащу. Может быть у меня эти зайдут. На 29 уровне мы никакого отряда не получаем, но мы получаем оружие, которое может использоваться любым профильным отрядом. Для США М1А1 Томпсон. Его, кстати, можно увидеть в режиме практика. Но что мне в нем не нравится – это прицел. Тем не менее, исторически этот пистолет-пулемет обрел высокую популярность. Благодаря мощному патрону, высокой точности и скорострельности. И он удобен в боях на коротких дистанциях. Наверное, на мой взгляд, это будет хорошим оружием в инлистах. А для Германии мы получим Беретто М38. Итальянский пистолет-пулемет является дальнейшим развитием немецкого Бергман МП-34-1. Отличается высокой точностью и скорострельностью, а также низкой отдачей. Что я заметил у немецкого оружия в битве за Нормандию. Ну, в игре инлистах. В принципе, в целом. Отдача гораздо ниже, чем у американского. И если это оружие будет аналогичным по своим характеристикам, будет интересно им играть. Из премиальных отрядов мы можем приобрести 2-ю пехотную дивизию. 9-го пехотного полка США со специализацией отряда «Инженеры». Ну, как обычно, отряд не требует прокачки. 4 солдата со специализацией «Инженер». И больше, собственно, в этот отряд мы никого не добавим. Качать ничего не надо. Но есть некоторые отличия от стандартного, то есть игрового внутри компании. Который мы можем получить при закрытии одного из уровней компании. Во-первых, это новое оружие. Джонсон М1941. Самозарядная им винтовка с барабанным магазином на 10 патронов. И винтовочным калибром. Хорошая скорострельность. Хорошие убойные силы. Но здесь интересны будут способности бойцов. Это на 50% выше скорость постройки. На 100% быстрее восстановление здоровья вне боя. На 40% больше ресурсов для постройок. На 12% быстрее перезарядка ручного оружия. Ну, в общем, что я могу сказать. Стрелковое вооружение, по крайней мере, предположительно будет хорошим. Способности у бойцов тоже хорошие. Учитывая, что они могут строить. И насколько это быстро будут строить. Будет удобно играть этим отрядом. По совокупности, вот это все, что мы будем иметь при покупке вот этого отряда. Наверное, будет хорошим подспорьем при прохождении кампании. При этом учитывая, что вот этот отряд будет возводить все существующие инженерные постройки. Которые есть в игре. За Германию дают аналогичный отряд. Это 5-я парашютная дивизия, 5-й саперный батальон. Но в оружии. Гевер 41. Полуавтоматическая винтовка на 10 патронов. Также высокий урон имеет. И вот, как тут написано, предсказуемая отдача. И также характеристики способностей бойцов повторяются. Как и за США. И, естественно, отряд может строить все существующие инженерные постройки. Также добавятся и два премиальных отряда с техникой. За США это 6-я танковая дивизия, 68-й танковый полк с танком «Чаффи». Отряд из 5-ти солдат 4-го ранга со специализацией естественный танкист. Танк, как я уже сказал, М-24 «Чаффи». Легкий танк. Очень подвижный танк. Небольшой размер. И достаточно мощное и скорострельное оружие. То есть 75-ти миллиметровая пушка М-6. С учетом той техники, которая сейчас используется в кампаниях, в принципе, она должна пробивать любую. Но это только предположение, как это будет на самом деле. Да на самом деле, наверное, и будет. Кроме танка, у бойцов есть свои уникальные характеристики способностей. На 90% выше скорость переключения передач. На 100% быстрее восстановление здоровья вне боя. Улучшенные навыки введения танка в орудие. То есть наводчика. И на 20% скорость тушения выше. Собственно, я никогда танки не тушил. Они сами как-то тухли. Но, тем не менее, раз есть, то хорошо. За Германию получим 12-ю танковую дивизию, 12-й танковый полк. Понятно, что также 5 солдат 4-го ранга. Со специализацией танкист, которых не надо качать. И с теми же характеристиками, способностями бойцов. Но вот что интересно. Нас ждет танк «Фанцер Камфаген 3М». Из описания мы знаем, что это одна из поздних модификаций ПЗ-3. И один из самых защищенных в версии тройка. Ну да, броня и кран, это все, конечно, хорошо. Хорошая защита нам никогда не помешает. Но меня больше всего интересует само орудие. КВК-39. Это 50-мм пушка. С учетом чафи, который выдается за Америку, пушка послабее. Но при этом она дальнобойная. Что можно использовать в свою пользу, работая на дистанции из засады. А учитывая, что этот панцер у нас обладает еще и кранами, то пробить его на этом расстоянии будет достаточно сложно. Не имею в виду из другого танка. Ну, блин, это все, конечно, предпосылки. Мои умозрительные какие-то выводы. Как на самом деле будет, я сейчас говорить не буду. Вот как подкатит вот это все обновление. Будет возможность сделать обзор, обязательно сделаем. При этом постараюсь сделать на каждой из новых отрядов. Потому что вот это самое подкрепление, которое нас ожидает, очень интересное, особенно в плане техники. Ну, а на этом все. Обзор новостей я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилась информация. Буду рад видеть вас на своем канале. Ваши лайки за видео. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова